Но истинную причину того, почему Пригожин пошел на это, знаю я. И я об этом скажу в конце. Ну а сейчас пойдем по порядку. А вот истинная цель этого мятежа, она вот в этом видео. Конечно же, сегодня у нас главная тема. Это вчерашняя попытка вооруженного мятежа, как ее назвали, в России. И хотя в большинстве не российских, ну точнее не государственных российских, скажем, пабликах. Это называли попыткой государственного переворота. Значит, я вам сразу скажу, забегая вперед. Так как очень много вообще разговоров по поводу этой попытки вооруженного мятежа. Люди разделились на два лагеря. Одни говорят, что это была реальная такая попытка Пригожина дойти до Москвы и скинуть там власть, поменять власть России. Вторые говорят, что это все такая вот игра, это постановка, конспирология. Вот, но истинную причину того, почему Пригожин пошел на это, знаю я. И я об этом скажу в конце. Ну а сейчас пойдем по порядку. Итак, вчера просыпаюсь я, значит, утром. И понимаю, что я проспал очень серьезные ночные события. Оказывается, это все началось ночью. Но ничего важного я, к счастью, не пропустил. Когда я проснулся, в этот момент Пригожин как раз зашел на территорию штаба Южного военного округа в городе Ростове-на-Дону. Вот. Ну и я начал сразу разбираться, что это, почему это произошло. И оказалось, что Пригожин показал какое-то видео якобы какого-то ракетного удара по тыловому, по тыловой базе чувака Вагнера. Скажу сразу, ну это же явно было какое-то постановочное видео, оно абсолютно не серьезное. И главное, что кроме вот одного этого видео и кроме этого сообщения Пригожина о якобы каком-то ракетном ударе по военной базе, больше вообще никакой информации об этом нет. Никакие там военкоры, никакие спутниковые снимки, никакие украинские спецслужбы. Никто вообще об этом больше не говорит. Ни российские спецслужбы, ни российская официальная власть это, естественно, никак это не комментировало. Ну, по сути, говорили, что этого не происходило. Короче, я склоняюсь к тому, что это, конечно, Пригожин просто такую мульку замутил, чтобы как-то обосновать. Понятно, что он к этому готовился. То есть, как он, он это представил так, как будто бы вот я сегодня, значит, узнал, что долбанули по моей базе тыловой, поэтому мы выходим, значит, на Ростов, идем на Москву. Но понятно, что на самом деле это так не происходило. На самом деле для такого рейда, для такого марш-баска нужно время, к этому нужно готовиться, это нужно изначально запланировать. Явно понятно, что это была запланированная акция. Поэтому это видео, это, я думаю, полная туфта. Ну, под этим предлогом, значит, Пригожин со своими чувакашниками выходит и заходит в это здание штаба, главного штаба Южного военного округа. По сути, они берут его под свой полный контроль. А по факту они весь Ростов-на-Дону берут под свой контроль. После этого события начинают развиваться настолько стремительно, что пока ты вот только посмотрел одну, допустим, новость, и в этот момент тебе кто-то позвонил, и ты с ним разговариваешь, за этот период уже там несколько сбитых вертолетов, уже колонна где-то в Воронеже. Настолько все быстро происходит. И сейчас уже официально подтверждено, что сбито вагнеровцами были сбиты шесть вертолетов. Вдумайтесь, вот шесть вертолетов, какой это колоссальный урон. Даже просто в финансовом эквиваленте, не говоря уже там про жизни пилотов. Один самолет. Ну и в каких-то серьезных боистолкновениях ничего такого вроде как не произошло. Они, значит, в этом южном военном округе общаются с Евгуровым, забыл вторую фамилию, непригоден с ними общаются, нам это показывают. Потом он объявляет, что, значит, мы работу никак не препятствуем работе, значит, этого штаба южного военного округа. Мы идем на Москву, и начинают они двигаться на Москву. Начинается такая жесткая паника. Но я все это время, я, естественно, смотрю, мониторю Кадырова. Я жду, что... Я понимаю, что этот человек должен сейчас нарядиться в свою парадную военную форму. Надеть свои ордена, медали, погоны, лампасы. В общем, свадебный этот свой наряд. И должен собрать всех этих своих ряженых. Силовиков должен заявить о полной своей поддержке Путину. Должен, значит, дать указания всем своим силовикам немедленно выдвигаться в сторону Ростова, Москвы. Короче, уничтожить там всех бунтовщиков. Но ничего подобного не происходит. И молчит Кадыров, молчит вся подкадыровская вот эта мишура. Никто ни слова не говорит. Полный штиль. В Чечне штиль. Под этим штилем уже появляются сообщения, что... Там Песков говорит, что скоро Путин выступит с обращением к, значит, народу. Проходит где-то час. Мы ждем этого обращения Путина к народу. Обращается Путин к народу. Кадыров все это время молчит. После того, как Путин обращается к народу, говорит, что, значит, попытка военного мятежа, все будут наказаны и так далее. После этого на канале, телеграм-канале Рамзана Кадырова появляется сначала репост этого обращения Путина к народу. И затем длинный пост, написанный, конечно же, не самим Кадыровым, а какими-то людьми, ведущими его аккаунт. Ну и там, значит, в принципе, то, что я ожидал, что он должен, значит, собрать силовиков и во время этого совещания сказать, он, по сути, это говорит в этом посте. И не появляется. Нету никакого видео, никакого совещания с силовиками. Я думаю, ну, может быть, чуть позже появится. Короче, после него там Иудов что-то публикует, какие-то начинаются такие посты, но опять нету никаких видеороликов, никаких обращений, ничего не происходит. В общем, сразу забегая вперед, можно сказать, что мы и так и не дождались явления Кадырова народу. И я практически убежден в том, что это связано с его состоянием, о его здоровье. Видимо, помните, когда была информация, что якобы там убили Тилимханова, там его ранили, и Кадыров постил какие-то троллинговые сообщения. И потом он, когда он появился, ну, показался якобы, что вот вместе с Тилимхановым он сидит, там перед ними гарда. На этом видео состояние Кадырова, ну, оно оставляет желать лучшего. Видно, что он в очень плохом физическом и психологическом состоянии. И я думаю, что после этого его состояние только ухудшилось, поэтому он, видимо, возможно, он даже и не находится в республике, не знаю, может быть, он даже где-то там на лечении. Но факт, что не появление Кадырова в такой момент, оно, конечно, связано с состоянием его здоровья. Но показательно еще была сама тишина, вот этот вот штиль, как все эти подкадыровские вот эти подсосы. Никто ничего не говорил, все ждали, что скажет Кадыров. Вы понимаете, насколько они были в панике этого ситуации, когда было непонятно, что происходит. Неужели реально смена власти? И они не знали, как теперь себя вести, если они сейчас, не дай бог, скажут там что-то ненужное, что завтра будет использовано против них уже новой властью в Кремле. То есть поддержать кого? Путина, поддержать Фигожина. У них, по всей видимости, было замешательство. Тем временем, вагнеровские войска, колонны, надо сказать, очень серьезно вооруженные люди. 25 тысяч, не называли, значит, количество вооруженных людей с боевым опытом. Да, понятно, что там зэки, что это, в принципе, не армия, что это, ну, армия не в понимании, я имею в виду, современная армия. Это не такая армия. Это не дисциплинированные какие-то там профессиональные военные. Но это, хоть это и быдло, хоть это и зэки, но это уже люди с опытом военным. И плюс у них есть серьезное вооружение, тяжелое. У них были танки, им было чем сбивать авиацию. Вы представляете, 6 вертолетов и один самолет, если они сбили. Это какие возможности? У них там и артиллерия. В общем, пока вот этот штиль в Чечне, какие-то публикации губернатора в поддержку Путина, все это время колонна, вот эта вот серьезно вооруженная колонна, двигается в сторону Москвы. Она доезжает до Воронежа, там начинаются какие-то даже удары по этой колонии. Ну, видимо, с авиации бьют. Там, видимо, избивают эту авиацию. В общем, какие-то моменты происходят, начинается организованная такая, ну, как сказать, организованная наспех, такая работа различных местных властей, типа, допустим, мэрия Москвы или областная администрация Московской области, областная администрация Воронежской области. То есть, вот эти вот какие-то там чиновники, губернаторы начинают предпринимать попытки организовать заслон движущейся колонии. И они где-то, значит, какие-то бульдозеры, значит, на дорогу, ну, перекрывают бульдозерами эту трассу М4 Дон, где-то ее перекапывают. Но все это как-то не останавливает эту колонну. Они просто либо эти самосвалы, значит, дороги убирают, либо вырытые траншеи закапывают, либо как-то, не знаю, как они их объезжают. В общем, эта колонна уверенно двигается, она очень далеко заехала. В Чечне штиль. Опять Кадыров написал, что он отправляет свои какие-то там подразделения, значит, на подмогу. И после этого мы видим какие-то любительские съемки, что со стороны этого Украины, Донбасса, выдвинулись эти части кадыровские. И мы также из сообщения из Кадырова знаем, что из Чечни тоже что-то там выдвинулось. Также по своим каналам я получаю информацию из Чечни, что там какие-то машины действительно видели, что военные, какую-то колонну видели, что она, значит, двинулась. Также люди сообщают, что на близлежащих территориях с российскими военными частями, а в Чечне очень много российских военных частей, таких классических российских. То есть это не те части, где служат местные вот эти кадыровские, а реальные вот командированные российские части, что на прилегающих территориях видна паника в этих частях. Значит, колонны потихоньку двигаются. Мы все ждем, что войдут эти кадыровские батальоны, войдут в Ростов и начнутся какие-то столкновения. Но батальоны в Ростов не входят. Появляются какие-то фотографии или видео, где 80 километров до Ростова, типа, колонна двигается. По времени приблизительно мы понимаем, что они уже должны были доехать, уже должны были быть в городе, но в город они, по всей видимости, не входят. Возможно, нет приказа, возможно, просто и не хотят. В общем, боестолкновения с Вагнером, с Ахматом так и не произошло, хотя это история. Но никакие официальные лица кадыровской власти ни словом, ни делом нигде не выступают. Штиль, Апти-Алаудинов, ни слова, ни одного обращения. Вот почему я обращаю ваше внимание на это. Вы вспомните, как эти люди себя ведут в любой ситуации. Вот Пригожин что-то там сказал, помните, он что-то там сказал, что он не знает, чем занимается Ахмат. Хотя, с какой сойти он вообще должен знать, чем занимается Ахмат. Но это там настолько ранило этих товарищей, что моментально посыпались обращения от Иудова, от Адама Делимханова. Который, кстати, вот как он, была информация, что он там убит или ранен. Вот как он тогда пропал, он больше не появлялся. От Апти-Алаудинова были вот эти обращения, видео обращения к Пригожину. А здесь Пригожин не просто что-то сказал-то про Ахмат. Пригожин с 25 тысячами вооруженных людей двинулся на Кремль и ни Апти нигде ничего не выступает. Ни Алаудинов, ни Делимханов, ни Иудов, ни сам Кадыров. Никто. Полная тишина. Только вот мы видим любительские съемки каких-то там рядовых бичей кадыровских. Они там сами себя снимают, колонны свои снимают. Вот так мы видим, что происходит. Именно понимаем, где они находятся. Но официальные лица молчат. В общем, дальше эта колонна там продолжает. Что-то сталкиваться. Какие-то даже уже удары наносятся Министерством обороны России. Удары наносятся уже по Воронежу в жилой двор. Двор там залетает, все попадает на камеры. Пригожин всячески возмущается. Пока Пригожин свои колонны двигается на Москву по России. Там все офисы чувака Вагнер, они берутся под контроль сотрудниками ФСБ, МВД, ОМОНом. И перед питерским его офисом говорят, что обнаружена газель полная денег. И якобы из нее изъято 4 миллиарда рублей. Пригожин тут же говорит, да, действительно, деньги мои, газель моя. Но только она, говорит, была не одна, там две газели. То есть одну газель там, видимо, уже как-то увели с деньгами. Короче, он говорит, да, действительно, газель моя, деньги мои. Это зарплата, которую я должен платить своим бойцам. До сих пор я также платил им наличкой. И никого это не смущало. А что вы сейчас, мол, задаетесь вопросами. Короче, череда таких событий, это как будто бы, знаете, параллельная реальность. Вещи, которые невозможно было представить совсем недавно. Они происходят. Вчера, в течение дня, столько событий, столько всего произошло, столько эмоций. Это был вообще классный день, на самом деле. Итог. Внезапно мы им получаем сообщение от пресс-службы Лукашенко, президента Беларуси, что он провел переговоры с Пригожиным. И на выгодность, значит, для обеих сторон условиях. Типа все, вопрос решен, Пригожин разворачивает свою колонну. И действительно, потом и Пригожин эту тему подтверждает. Колонна разворачивается, возвращается. Из Ростова под аплотисменты ростовчан, под их возгласы одобрительные, под селфи с Пригожиным. Вся эта боевая колонна вагнеровцев уезжает обратно на места своей ислопицы. Затем от Пескова мы уже получаем информацию, что договоренность достигнута таким образом, что Пригожин типа уезжает в Беларусь. И больше нет никаких объяснений. То есть, до сих пор нет четкой картины того, о чем там все-таки договорились, как они этот вопрос решили. Да, кстати, пока колонна двигалась на Москву, мы узнаем, что возбуждено, естественно, уголовное дело в отношении Пригожина, ПСБшниками, там попытка государственного переворота, терроризм, экстремизм. Очень серьезные статьи. Казалось бы, что там все уже нет обратного пути, быть не может. Но в итоге и с уголовным преследованием как-то вопросы решены. И Пригожин в качестве колонн. И вообще, ладно, Пригожин переехал в Беларусь, допустим. А что дальше с этими вагнеровцами? Короче, очень много вопросов, на которые не получен ответ. И самое главное, это у всего ведь есть некая мотивация. Надо же все действия объяснять. Тем более действия такого масштаба, они обязательно нуждаются в объяснении и в мотивации. И мотивация должна быть очень серьезной. И Пригожин эту мотивацию объясняет тем, что оказывается, нас обманывали. Война, она вообще была, дескать, начата не для деноцификации, не из-за НАТО там угрозы, а там просто кто-то хотел заработать денег и получить дополнительную звезду на погоны. То есть вот так это указывает. И значит, из-за того, что нас обманули, мы поэтому идем для того, чтобы получить справедливость. Вот так это все начинается. А заканчивается так, что справедливость, к которой они шли... А, да, Шойгу Герасимова должны были им отдать, для того, чтобы они с ними выступили по справедливости. Но это, видимо, справедливость по-вагнеровски. Это кувалда, кувалдой в голову. То есть вот так именно этого ожидали все те, кто шли, те, кто верили Пригожину. А заканчивается все тем, что Пригожин договаривается с якобы Султашенко. То есть, как же вот вся эта мотивация, никакие цели не достигнуты. Короче, эта колонна возвращается обратно. Сейчас у нас нет какой-то ясной картины. Я думаю, что в ближайшие дни, наверное, какое-то прояснение по этому поводу будет. Но пока мы не можем, в общем, ничего на эту тему говорить. Вот. Но мы, естественно, наша тема, интересующая нас, это, конечно же, Кадыров, Кадыровцы и Чечня. Так вот, этот штиль, который стоял все это время, пока колонна шла, пока вот никакие официальные лица ничего не говорили, это все продолжалось до тех пор, пока не появилась информация, что все, переворот отменяется. Вагнеровцы разворачиваются и идут обратно на места своей дислокации. Своих дислокаций. И вот после того, как эта информация прошла, тут же, это знаете, что напоминает, когда вот есть лягушки и болото, когда ты что-то кидаешь в болото, или там палкой, например, по болоту бьешь, ну или по луже, эти лягушки, они сидят, что-то там квакают, шумят, и вот как только ты в эту воду что-нибудь удар сделал, они и соскочили. И такая раз, тишина полная. Потом волны от того, что ты кинул воду, они успокаиваются, лягушки обратно возвращаются и начинают обратно квакать, шуметь. Вот здесь произошло ровно то же самое. Пока эта колонна шла на Москву, и было непонятно вообще, что там будет дальше, в Кадыровской и Чечне, и вообще везде в Кадыровской этой элите был штиль, была тишина, вот как после кинутого камня в эту лужу. Но как только развернулись вагнеровцы, как только стало понятно, что переворот отменяется, тут же высыпались видеосъемки от ЧГТРК грязной, от каких-то около там... Короче, все начали. Актия Лаудинов сразу появился, что-то там построил своих. Мы приказ, значит, выполним главнокомандующим. То есть все. Моментально Кадыровцы в свой обычный режим вернулись. Режим тиктокерства. Но, обратите внимание, Дилимханов так и не появился, и сам Кадыров тоже так и не появился. Можно ли предположить, что Дилимханов реально получил какие-то ранения и может быть тоже не в состоянии показываться? Ну, не знаю. Все может быть. Это лишь предположение. Но факт, что эти два человека... Кадыров так и не появился, хотя должен был. А Дилимханов с тех пор еще, вот с тех сообщений, что он был ранен, он больше не появлялся. То видео, которое показал Кадыров, где они сидят перед этой картой, это, скорее всего, старое видео. То есть мы не можем утверждать, что это реально видео снято после сообщения о его смерти. Я не склонен думать, что его убили, потому что это в любом случае как-то мне... Я думаю, что мы бы, чеченцы бы как-то получили бы эту информацию, мы бы увидели по действиям Кадырова их окружению. Но то, что он мог быть ранен, это вполне возможно. С чем же связаны были вот такие... С чем было связано такое поведение Кадыровцев? Оно было связано с той слабостью власти, которую они продемонстрировали в ходе этих событий. Вы представьте себе, если... Вот как устроена армия, и как устроена работа спецслужб. Спецслужбы, они должны контролировать все отрасли жизни, в том числе и армию. В армии есть свои... То есть у этих спецслужб есть свои там отделы, которые работают именно в армии. И они, эти службы... Подобные вещи, представляете, масштаб вот этого мятежа, если 25 тысяч людей выдвигаются к такой единой колонне, организованно двигаются на Москву, то это ведь... Они к этому готовились, они об этом совещались. И спецслужбы, которые это все курируют, если они не смогли об этом узнать заблаговременно, предпринять необходимые действия, чтобы предотвратить подобную вылазку, вы представляете уровень, насколько там все запущено? Это если этот мятеж был реально правдой. То есть мы сейчас говорим с точки зрения, что все это действительно так и было, как нам это представляет. О конспирологии мы поговорим позже. Так вот, потом... Ладно, окей, они об этом не узнали, те вот очень тщательно это все продумали, колонна уже выдвинулась и едет. Это колонна из Украины, чтобы достичь Москву, ну или даже вот куда она там доехала, до Воронежа, да? Вы представляете, это какой огромный путь, насколько это длинная колонна, как много в ней машин, и я имею в виду, насколько это колонна, движущаяся по федеральной трассе, насколько это уязвимая цель для авиации, для высокоточных там ракет, да для чего угодно, просто долби по этой дороге, да? Но ничего из этого не произошло. Эта колонна, наоборот, сбила еще и 6 вертолетов, сбила самолет, и вполне успешно добралась там, чуть ли до Липецкой области. Там Гитлер даже в шоке, наверное, от скорости движения этих вагдаровцев. То есть, вы представляете, я имею в виду, гитлеровские войска несколько месяцев делали этот путь, который эти проделали за короткое время. Это я, понятно, что это не совсем корректное сравнение, но это так просто для качества шутки. Так вот, когда, вот представляете, реакцию Кадырова и всех этих кадыровских чиновников, когда они, так же, как и мы за этим наблюдают, и видят, что едет вооруженная колонна, и ее не могут остановить, и в какой-то панике какие-то самосвалы на дорогу выставляют, там копают, перекапывают, отменяют рабочие дни, объявляют выходные, видят вот эту вот панику, суматоху, абсолютно неслаженную работу государственных органов. Естественно, у них происходит мандраж. Естественно, они не понимают, на кого вообще в этой ситуации ставить, что вообще дальше делать, что, а что, если реально произойдет переворот, то как быть нам, что они будут делать с нами. То есть, у них там паника, поэтому нет вообще ни настроения, ни невозможности делать какие-то заявления, поддерживать какую-то сторону. Но как только становится понятным, что переворота не будет, тут сразу же привычный режим включается, и начинаются тиктоки, видеосъемки. В общем, это было, это если все, значит, так, как нам это представляли. Теперь, если же это конспирология, и это такая хорошо продуманная игра, многоходовочка Путина, то остается открытым вопросом, а для чего это было сделано? То есть, что они с этого получили? Вот все, игра прошла, и какой, значит, итог с этого? Получили ли каких-либо политических дивидендов действующие власти? Ну нет, это наоборот колоссальный урон, это колоссальный ущерб они получили. Может быть, там дальше будут какие-то действия, кто-то говорит, для того, чтобы объявить, объявить военное положение. Ну, мне кажется, это слишком какие-то экстравагантные вещи. Военное положение можно и с меньшими потерями объявлять. Для этого, тем более Путину, или не знать, как это сделать, несколько терактов там у себя в стране произвести, повесить это все на Украину ответственность, и, значит, объявить мобилизацию, военное положение. Это он уже проходил с Чечной, когда дома свои же взорвал, повесил эту ответственность на нас. Поэтому я не склонен в это верить. Также есть версия, что, ну, дескать, они, может быть, какие-то планы имели, но они не получились. Может быть, они таким образом хотели спровоцировать Украину, для того, чтобы они, значит, под этот шумок начали активное контрнаступление, чтобы потом там как-то их, значит, уничтожить. Ну, тоже слабо мне в это верится. Почему? Потому что тот ущерб, тот урон, который получил Путин, колоссальный, он не мог его не предвидеть. То есть, если бы они реально это планировали, то они бы оценивали риски, если все не получится, что будет дальше. И я не думаю, что Путин пошел бы на такие риски. Поэтому я не склонен, конечно, верить в эту конспирологию. Хотя, в целом, конечно, эти события, они очень, они очень странные. Это реально очень странно. Также реакция некоторых известных российских деятелей, наподобие Ходорковского, они тоже, конечно, очень интересные. Ходорковский моментально поддержал Пригожина, призвал людей помогать вагнеровцам. Он откровенно делал призывы, которые до этого, я, по крайней мере, не помню, чтобы он что-то подобное себе позволял. Он делал призывы к ростовчанам, допустим, вооружаться и встречать кадыровцев, кадыровские вот эти полки, подразделения, встречать их с оружием в руках, ну, по сути, воевать с ним, уничтожать. Откровенно призывал. И это, конечно, интересный такой момент, потому что ты в такой ситуации многие люди проявляют себя. Вы понимаете, что он, конечно же, Ходорковский отмечает, что это, типа, он нам не друг, понятно, что мы потом будем с ним бороться, но вот сейчас это нам выгодно. Но вот тут прикол просто весь в том, что вот этот вот чувак, который сейчас пригожену выгоден, это тот самый военный преступник, убивающий сегодня украинцев на территории Украины. И вот этот момент, он очень такой интересный. Как интересно в Украине смотрят на подобные вещи. Короче, было интересно вообще наблюдать за всей этой темой, но теперь я же обещал вам сказать, какова была истинная причина этого рейда. Многие и те, и те эксперты, аналитики гадают, до сих пор спорят между собой. Сторонники того, что это было, это было действительно, это была действительно попытка государственного переворота, и сторонники того, что это была такая многоходовка Путина. Они спорят между собой о целях этого мятежа. А вот истинная цель этого мятежа, она вот в этом видео. Истинной целью этого военного похода было опустить Юнусбека Евкурова. Просто этого человека, этого гиганта, этого крепкого орешка, его не могли опустить на протяжении долгих-долгих лет. Это пытались сделать через Кадырова, не получилось. Помните, когда еще Евкуров был главой Ингушетии, там были какие-то баталии между Кадыровым и Евкуровым. Он там выстоял. В общем, они его никак не могли потопить. И вот вся вот эта тема, весь этот прикольный рейд, его итог, он в том, что публично был унижен. Юнусбек Евкуров Пригожин отчитал его заместителем министра обороны России. Понимаете, зэк, руководитель, бизнесмен, барыга, по сути, руководитель какой-то чувака частной военной компании, даже разговаривающий по фене, как типичный уголовник, пришел и отчитал заместителя министра обороны. Это вот он итог всей этой Пригожинской темы. Короче, пострадал от всего этого в итоге Юнусбек Евкуров. Вот так и закончилась вся эта тема. Субтитры сделал DimaTorzok